Эта программа была создана благодаря финансовой поддержке друзей и партнёров служения Джойс Майер. Сегодня я расскажу вам о том, что делать, а чего не делать, когда вам тяжело. Потому что если вам на самом деле трудно, от вас требуется дисциплина и самоконтроль, чтобы делать то, что нужно. Не делайте и не говорите только то, что вам хочется. Никакая дисциплина в настоящее время не кажется радостной. Тем не менее, позже она доставит драгоценный плод праведности для тех, кто упражняется в ней. Воздержание — это самоконтроль. А мы не способны на это без Божьей помощи. Он уже дал нам благодать на это. Бог не просит нас делать то, для чего Он не дал нам благодати. И если вам предстоит какое-то дело, вы просто принимаете благодать, которая вам уже дана. Я скажу одно утверждение и не один раз. И если вы ничего не запомните из того, что я говорю здесь, в Атланте, то запомните это. Если в испытаниях вы научитесь поступать правильно, будете в этом постоянное длительное время, то дьявол не сможет помешать вам попасть во дворец. Но нам нужно научиться поступать правильно во время трудностей. Нам нужно научиться поступать правильно, когда нам плохо. Нам нужно поступать правильно в трудных обстоятельствах. Иногда вам нужно поступать с кем-то правильно длительное время, прежде тот человек начнет поступать правильно с вами. Научитесь правильно поступать в трудностях. Когда вы страдаете, то поступайте так же, как поступали бы, если бы все было хорошо. Ведите себя так, как вы себе вели бы при благоприятных обстоятельствах. Да. Вижу, эта перспектива вас не радует. Но я ничего не могу поделать. Можете. Можете. Много лет назад Бог мне показал, чего я не могу и что могу, если очень захочу чего-то. Удивительно, что вы можете, если очень захотите. Много лет назад мои дети были еще маленькими, а в душе у меня был полный разлад. Я расстраивалась по любому поводу, даже когда мои дети были ни при чем. Я устраивала истерику, когда дети хоть чуть-чуть нарушали мой порядок. Уберите это быстро! Потом мне становилось плохо, и я говорила, ничего не могу поделать, я теряю самоконтроль, у меня столько проблем, и я ничего не могу поделать. И как-то Бог показал мне видение. Мы ходили в церковь, я уважала пастора. Вы, конечно, тоже хотите всегда быть в милости у пастора. И он позволял мне время от времени проповедовать. Мне нужно было его расположение, ведь это открывало мне новые возможности. В том видении я устроила скандал из-за детей, и в этот момент в дверь позвонил пастор. Я так быстро успокоилась, что вам и не снилось. Я подошла к двери и сказала, «О, пастор! Слава Господу! Слава Богу! Как прекрасно, что вы зашли сегодня! Ах, дети! Да они играют в своей комнате, они такие милые!» И знаете, что я из этого поняла? Вот что я вам скажу. И если кто из вас будет рядом с человеком, которого он хочет впечатлить... Вели бы вы себя в моем присутствии так, как ведете себя дома, когда вас не видят? Нет. Просто удивительно, как быстро вы возьмете себя в руки и как хорошо сможете себя вести. Так что мы должны взять ответственность за свое поведение и не говорить. Бесполезно, я не могу себя контролировать. Бог дал нам плоды. Они в нас силой Святого Духа. У нас есть воздержание, и мы можем им пользоваться, если захотим. Боль может руководить нами, если мы недостаточно бдительны. У меня для вас есть 12 пунктов, надеюсь, вы сможете их переварить. Первое. Если вас обидели, не злитесь, не горячитесь и не нападайте в ответ. Когда нам плохо, мы порой вырываемся за рамки приличий. Тогда я сейчас буду делать все, что хочу. Уловите это. Я буду есть все, что захочу. И это принесет вам пользу? Вы наберете вес, а потом будете себя упрекать. Это не прогонит дьявола. Это не поможет вам вылезти из ямы. Это усугубит ваши проблемы. Я куплю все, что захочу. Я пойду по магазинам и куплю все, что захочу. Я скажу и сделаю все, что захочу. И не важно, что кому-то это не нравится. Я разозлилась. Кто-то со мной? Если бы мы могли контролировать свои уста, когда мы в печали. Кто-то занервничал? Нужно контролировать свои уста, когда нам больно, и говорить не о том, что мы чувствуем, но о том, что хочет Бог. Давайте, воскликните же. Вот это да. Если вы готовы устроить истерику, то поблагодарите Бога за что-нибудь. Спасибо, Боже. Спасибо, что ты так добр ко мне. Спасибо, что я могу довериться тебе и уповать, что ты решишь эту проблему. Спасибо, Боже. Спасибо, спасибо. Второе. Не замыкайтесь в себе. Не надувайте губы. Не занимайтесь самосожалением. И не впадайте в депрессию от того, что вы в яме. Иначе ваша яма станет глубже. Много лет я жалела себя. Сколько времени и сил я на это потратила впустую. И в конце концов, Бог сказал, ты можешь быть или жалкой, или сильной, но ты не можешь быть жалкой и сильной одновременно. Это же я хочу сказать и вам. Если вы хотите во дворец, то забудьте о самосожалении. Нам может помочь мысль, что мы не одни страдаем на этой земле. И как бы вам ни было плохо, знайте, что на земле есть тот, кому хуже, чем вам сейчас. И это абсолютная правда. Самосожаление не приносит пользы. Третье. Не верьте лжи, что будто Бог вас наказывает за какой-то грех в прошлом. Думаю, это наказание за аборт, который я сделала 20 лет назад. Это, наверное, наказание за то, что я была проституткой. Нет. Бог этим не занимается. Когда Бог нас прощает, а Он это делает, когда мы просим Его. Библия говорит, что Бог уже не помнит этого греха. Так что перестаньте жаловаться Богу на то, что Он уже забыл. Перестаньте напоминать Богу то, что Он уже забыл. И не позволяйте дьяволу лгать. Бог сердится на тебя. Он наказывает тебя. Тебе никогда не исправить того, что ты натворил в своей жизни. Четвертое. Не обвиняйте Бога. И не злитесь на Него. Это может звучать странно, но, возможно, здесь есть люди, которые немного обижены на Бога. Совсем немного. Совсем чуть-чуть. И вы думаете, Боже, я даже не знаю, могу ли я на Тебя уповать. Вы не можете уповать, что Бог даст вам все, что вы хотите. Уповайте, что Бог вам даст то лучшее, что Он приготовил для вас. Наши разочарования идут не от Бога. Мы расстраиваемся, потому что Бог не дал нам того, что мы хотели. Когда мы не получаем желаемое, то обижаемся на Бога, потому что Он не действовал по нашим планам. Не обижайтесь на Бога, ведь Он единственный, кто может вам помочь. Не вините Бога в своих проблемах. Пятое. Когда вам трудно, не сдавайтесь и не думайте, что выхода нет. Не думайте, что у вас нет выхода, потому что Иисус сказал, «Я есть путь, истинная жизнь», и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Шестое. Не будьте пассивны в своих страданиях. Действуйте. Дьяволу это не нравится. Послушайте. Когда вы в долине страданий, и вам кажется, что вы не выдержите, то вместо того, чтобы жалеть себя и предаваться плохому настроению, делайте столько добра людям, сколько сможете, и так часто, как сможете. Нет более сильного удара для дьявола, чем это. Кто хочет отомстить дьяволу за то, что он вам сделал? Самый верный способ – делать по возможности больше добра людям. Зло можно победить только добром. Каждый раз, когда я помогаю кому-то, то наношу удар дьяволу за то, что он мне сделал в детстве. Вы не победите дьявола, если будете ненавидеть всех, кто вас обидел. Вы не нанесете ему поражение, если будете дуться на всех и сидеть, жалеть себя. Вы не поразите дьявола, если будете завидовать тому, кто не пережил столько, сколько пережили вы. Верьте Богу, что у Него лично для вас есть прекрасный план, не такой, как для других. И Бог знает, что делает. У Него есть цель и намерение. Бог не делает зла, но Он может зло обратить в добро, если вы доверитесь Ему. Это ваша победа. Воскликните Богу. Итак, эти практические советы очень важны и нужны. В современном мире происходит то, что вызывает у меня негодование. Мы перестали уделять внимание тому, что было важным когда-то для меня, и до сих пор это для меня важно, хотя кажется, что это не так важно для других. Седьмое. Когда вы страдаете, сдерживайте свои обещания. Держите слово. Делайте то, что вы обещали. Вы, к примеру, сказали, что послужите няней в церкви, но у вас была неудачная неделя, и вы уже не хотите это делать. Тогда вам точно нужно туда идти. Именно сейчас вы должны сказать, я исполню свое обещание, и мои чувства тут ни при чем. Я устала от людей, которые не делают то, что обещали. Я вам перезвоню, и тишина. О, вы можете рассчитывать на меня. И пропал куда-то. А вы, назначив встречу, отпросились ради этого с работы, но никто не пришел и даже не позвонил. Ну, что-то случилось. Вот что я вам скажу. Это одна из самых больших проблем современного общества. нам нужно восстановить свою честь. Мы должны быть людьми чести, которые поступают правильно, потому что это правильно. И вовсе не ждать, пока нам этого захочется. Мы делаем это потому, что это правильно. Не ослабевайте, когда поступаете правильно, потому что в нужное время пожнете, если не ослабеете. Галатам 6.9. Не уставайте поступать правильно. Примете ли вы сегодня решение, что отныне будете человеком слова? И прежде чем вы поднимете руку, подумайте над своим обещанием. Иногда мы думаем, что можем что-то сделать, но потом это оказывается невозможным. По крайней мере, позвоните и сообщите об этом. Не делайте глупых извинений. Если есть малейшая возможность исполнить обещанное, действуйте. Если нет, сообщите. Извините меня, но мне это просто жутко надоело. Мне очень не нравится иметь дело с людьми, которые не держат Слово. Бог держит Слово. Он верен Своему Слову. Он не человек, чтобы ему лгать. Если Бог что-то сказал, то сделает. А мы Его представители на земле. Если кто-то и должен держать Слово, так это христиане. И делать то, что обещали. Не теряйте своей чести. В такое время мы растем. В это время мы взрослеем. Вам бывает так трудно, что сил нет, но вы идете и держите свое Слово и выполняете, что обещали, даже если приходится сжать зубы. И вы можете сказать, «Я сейчас духовно расту. Я расту. и сегодня я стал ближе к дворцу. Аминь». Ваш путь из ямы во дворец должен иметь середину. И вы должны ее пройти. Мы все должны проходить середину. И сегодня мы размышляем о том, как вести себя, находясь в середине. И то, как вы себя ведете в середине пути, во многом определит длину вашего пути. мы можем даже пойти напрямик и достаточно быстро. Знаете, вы, возможно, человек опытный в этом вопросе. Но у меня тоже накопилось столько опыта, что я хотела бы вас расстегнуть, впихнуть в вас мудрость, застегнуть и отпустить. Но мой опыт мало для вас будет значить, если не станет вашим опытом. Самое большее, что я могу, это ободрить вас и сказать, «Не сдавайтесь». И отчасти объяснить то, через что вы сейчас проходите. Потому что, если вы будете это понимать, вам будет легче не сдаваться. Время страданий – это самое время поступать правильно. Все могут поступать правильно, когда все складывается удачно. Но немногие могут поступать правильно, когда не все гладко в их жизни. Я вам не могу обещать, что у вас никогда не будет трудных времен и неприятностей. Но вы можете встряхнуть это и сразу же пойти следом за Иисусом, как только вы поймете истинную опасность той грязной ямы, в которую попали. Я больше не хочу зря тратить свою жизнь на самосожаление. Даниил сохранил свою честь. Он дал обещание Богу, и когда оказался во дворце, то его попросили делать то, что противоречило данному им Богу слову. И Даниил смело, а ведь это могло стоить ему жизни, попросил позволения сохранить данное Богу обещание. Иосиф служил в доме Патифара. И когда хозяйка дома захотела затащить его в постель, Иосиф сохранил свою честь, как человек Божий, и сказал, «Нет, я не сделаю этого». Но поступив правильно, он не получил свои награды сразу же. Услышьте это. Он не получил свои награды сразу. Он получил только 13 лет тюрьмы. Вы можете подумать, это несправедливо. Это не право. Знаете, Бог поместил Иосифа туда, куда хотел, по причине, которую знал только он. Там, в тюрьме, Иосиф встретил дворецкого и пекаря. И когда они захотели узнать толкование своих снов, Иосиф помог им, потому что был человеком Божьим. И когда дворецкий вернулся в царский дворец, то забыл про Иосифа на долгое время. Но когда фараону приснился сон, который нужно было истолковать, тут вспомнили про Иосифа, что он может истолковывать сны. И фараон послал за ним. Все случилось в нужное время и в нужном месте. Порой нам не нравится, где мы находимся. Но Бог держит нас в нужном месте в нужное время, так как у Него есть определенные намерения относительно нас. У меня богатый опыт. Я не буду называть вам конкретную ситуацию, но это было... О, Боже, как мне это противило. Каждый раз от этого у меня мурашки по телу. Я так хотела выбраться оттуда. Но Бог меня не выпускал. «Почему, Бог, почему? Когда, Бог, когда?» Но когда стало нужно, когда пришло нужное время, Бог меня освободил, и все стало двигаться быстрее. Не сбегайте от чего-то трудного только потому, что вам не хочется это нести. Псалом 90, второй стих. «Я скажу Господу прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю». Скажу Господу, «А что вы говорите Богу, когда вам трудно?» Говорите вслух, «Боже, я уповаю на Тебя». «Я полагаюсь на Тебя». «Мне трудно до невозможности, но я доверяюсь Тебе». Библия говорит, что когда Иисус висел на кресте, это записано в 1-м послании Петра 2, 23, что Он предавал все судье справедливому. Это место написано на стене моего офиса. Иисус уповал на Бога Отца, который судит справедливо. Бог – справедливый судья. Он – Бог справедливости. Время от времени мы все испытываем уныние и желание сдаться. И если вы чувствуете это сейчас, то знайте, Бог всегда верен. В послании к римлянам 8, 28 сказано, что Бог может использовать во благо любую вашу ситуацию. Одного хочет от вас Бог, чтобы вы никогда не сдавались. Я часто говорю, что это одна из моих сильных сторон. Было много того, чего я не понимала. И было так тяжело, что я думала, не выдержу. Но я решила никогда не сдаваться. Знаете ли вы о том, какой невероятной силой обладает молитва? А ведь между тем мы можем молиться всегда и везде. Даже мысль, обращенная к Богу, тоже молитва. Молитва – это величайшее таинство. Это способ общения с самим Создателем. Соединяясь с Богом в молитве, мы получаем от Него мудрость, утешение, наставление и силу, необходимую для достижения успеха. Если вы хотите получить от нас подарок книгу Джойс Майер «Молитва, изменяющая жизнь», свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня мы на Мадагаскаре. Я хочу показать вам удивительную картину. Эти дети каждый день, находясь в своей деревне, получают горячее питание в рамках продовольственной программы «Служение рука надежды». Вы скажете, «Но разве одного приема пищи достаточно? Еще как достаточно!» Взгляните на этих детей. Они сидят за столом и получают здоровое горячее питание. Если ребенок сыт, это видно. Но что самое важное, они получают любовь. Они начинают осознавать, что достойны уважения, что они ценны, и что есть Бог, который знает и любит их, желает им добра. Ваша роль в этом намного больше, чем вы думаете. Благодаря вашей финансовой поддержке «Служение рука надежды» мы смогли помочь этим детям. «Служение рука надежды» «Служение рука надежды» А сейчас я хочу поблагодарить всех наших партнеров за то, что вы верны в своих даяниях, за то, что вы присоединились к нам с желанием помогать обездоренным людям по всей земле и проповедовать Евангелие. Мы живем в трудное время, и ваше даяние ценно. Оно спасает и врачует людей, дарует им здоровье, а истина Слова Божьего освобождает и преображает их жизнь. Мы часто говорим, что служение Джойс Майер – это его партнеры. И это правда, потому что у нас не было бы служения без таких людей, как вы, ведь в одиночку мы бы не смогли помогать нуждающимся. И знаете, мы молимся за вас. Я молюсь за вас каждое утро. Я прошу Бога, чтобы Он выровнял ваш путь и обезопасил от тех капканов, о которых вы не знаете. Я молюсь о том, чтобы вы шли узким и верным путем, который ведет к жизни, чтобы Бог благословил вас и ваши семьи за ваше жертвенное сердце. Я также молюсь, чтобы ваша семья была спасена, чтобы были спасены те, кто вам дорог, и чтобы Бог отвечал на ваши нужды. Молюсь и о том, что Бог полагает мне на сердце. Я хочу, чтобы вы знали, рано утром, когда я молюсь за свою семью, я также молюсь и за вас. И я тоже прошу, чтобы вы молились за нас. Мы нуждаемся в ваших молитвах, чтобы нам быть сильными. Всегда знайте, что вы крепкое плечо, опираясь на которое, мы можем делать все то, что нам говорит Бог. Вы составляете служение Джойс Майер, и я хочу сейчас за вас помолиться. Отец Небесный, я молюсь сейчас за наших партнеров. Мы их очень любим, и хотим, чтобы они тоже ощущали эту любовь. И прямо сейчас я прошу тебя, Бог, утешения, чтобы ты утешил их, помог им в трудностях, которые они сейчас проходят. Я знаю, что для многих это даяние – настоящая жертва, которая им дается непросто. Некоторые из них сами проходят большие трудности. И я прошу Божию, чтобы они пожали прекрасный урожай в своей жизни. Даруй им понимание Твоего Слова. Даруй силы для победы над трудностями, здоровье, и восполни все их нужды. Я молюсь за них, и благодарю Тебя, Боже, за каждого партнера. Они – наша часть, а мы – их часть. Мы вместе, а Ты – тот клей, который соединяет нас. И мы благодарны Тебе за это, Отец наш, во имя Иисуса Христа. Аминь. Да будет этот день для вас благословен. И еще раз спасибо за партнерство. Для служения Джойс Майер вы значите больше, чем можете себе представить. Мы ценим вас. Мы благодарим наших друзей и партнеров за помощь в служении по всему миру. Вместе с вами мы кормим голодных, одеваем бедных и несем Евангелие всем народам. Посетите сайт joysmire.ru. Здесь вы сможете оставить свою молитвенную нужду, больше узнать о книгах и программах Джойс Майер и о том, как стать нашим партнером, чтобы нести любовь Христа всем людям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова